Здравствуйте, друзья! Вы слушаете еженедельные новости от АЭШ, вторник, 12 сентября 2023 года. Новости энергетики. Европейские цены на газ подскочили на 10% из-за забастовок на крупных предприятиях по производству СПГ в Австралии. Европейские цены на газ резко выросли в пятницу после того, как рабочие австралийских газовых предприятий «Шеврон» объявили забастовку, что вызвало опасение, что длительная остановка производства может привести к сокращению мировых поставок. Забастовки на проектах Гаргона и Уитстон в Западной Австралии последовали за ежедневными переговорами на этой неделе, направленными на достижение соглашения. В настоящее время не планируется проводить никаких дальнейших переговоров между американским энергетическим гигантом «Шеврон» и профсоюзом, представляющим работников проектов по сжижению природного газа. Остановки в работе на срок до 11 часов продлятся до четверга, после чего акция может перерасти в общую забастовку, которая продлится две недели. Цена на газ первого месяца в голландском центре передачи прав собственности в европейском эталоне торговли природным газом в последний раз торговалась примерно на 10% выше и составила 36 евро за мегаватт-час. Новости логистики и транспорта. Компания Fuel Cell Energy и Toyota Motors North America объявили о завершении строительства системы 3Gen в порту Toyota в Лонг-Бич. Стороны заявляют, что эта система является первой в мире. Система 3Gen производит возобновляемую энергию, возобновляемую водород и воду из направленного биогаза. Fuel Cell Energy заключила с Toyota контракт на поставку продукции 3Gen в рамках 20-летнего соглашения о покупке. 3Gen позволит Toyota Logistics Service Лонг-Бич стать первым в мире предприятием по переработке портовых транспортных средств, работающим на 100% возобновляемой энергии, генерируемой на месте. Все это стало возможным благодаря электрохимическому процессу, который преобразует направленный возобновляемый биогаз в электричество водород и пригодную для использования воду. По данным Toyota, 3Gen производит 2,3 мегаватта возобновляемой электроэнергии, часть которой будет использоваться ТСЛ Лонг-Бич в поддержке своей деятельности в порту, который ежегодно обрабатывает около 200 новых автомобилей Toyota и Lexus. Новости технологий. Маск заявил, что отклонил просьбу Киева об использовании Starlink для атаки на Россию. Миллиардер Илон Маск заявил, что в прошлом году он предотвратил нападение Украины на базу ВМФ России, отклонив просьбу Киева активировать доступ в интернет в Черном море недалеко от аннексированного Москвой Крыма. Служба спутникового интернета Starlink, которая управляет принадлежащая Маску компания SpaceX, была развернута в Украине вскоре после вторжения России в феврале 2022 года. От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути до Севастополя. Очевидно, намерение состоит в том, чтобы потопить большую часть российского флота на якоре, написал Маск в четверг на X, ранее называвшийся Twitter. Город Севастополь является базой Черноморского флота России на Крымском полуострове, который был аннексирован Москвой в 2014 году. «Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явным соучастником крупного акта войны и эскалации конфликта», — сказал Маск. Новости финансов. Источники сообщают, что Берклис разрабатывает план сокращения сотен рабочих мест. Сообщается, что Берклис планирует сократить штат сотрудников на сотни рабочих мест в рамках мер по сокращению расходов и пересмотру стратегии. По данным двух источников, знакомых с ситуацией, британский банк может сократить до 400 рабочих мест в твоем внутреннем розничном бизнесе, хотя точные цифры еще не определены. Кроме того, банк планирует сокращение в своем инвестиционно-банковском подразделении в рамках ежегодной оценки эффективности работы банкиров. Некоторые сотрудники розничной торговли могут быть перераспределены или предложены добровольные сокращения. На просьбу прокомментировать ситуацию представитель Берклис заявил, что банк не комментирует спекуляции. Представитель добавил, что банк регулярно пересматривает свою деятельность, чтобы обеспечить эффективное и действенное удовлетворение растущих потребностей самих клиентов. Глобальные новости. Вулкан Килауэа на Большом острове Гавайев начал извергаться воскресенье днем. При этом потоки в настоящее время ограничены дном окружающего кратера, сообщили в воскресенье геологическая служба США. На изображениях веб-камеры видны трещины в основании кратера вулкана, которые генерируют потоки лавы на поверхности дна кратера. Гавайское агентство по чрезвычайным ситуациям написало в социальной сети X, ранее известной как Твиттер, что извержение не представляет лавовой угрозы для населения. По данным геологической службы США, извержению предшествовал период сильной сейсмической активности и быстрого подъема вершины. Агентство повысило авиационный цветной код Килауэа с оранжевого до красного, поскольку оно оценивает извержение и оповещение о вулкане от наблюдения до предупреждения. Это были еженедельные новости от АЭШ, вторник, 12 сентября 2023 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.